Добро на колесах Добрый вечер! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести» Карачаева-Черкесия. Сотрудники пограничного управления по Карачаево-Черкесии выявили два нарушителя пограничного режима, которые оказались жителями Краснодарского края. Прибыли они в Карачаевский район с целью прохождения по туристическому маршруту в ущелье Домбай-Ульген, в Чухчурским водопадом, экологическая тропа которого пролегает по охраняемой приграничной территории Тибердинского национального парка. У туристов не оказалось документов, регламентирующих право нахождения и пребывания в пограничной зоне. Нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КОАП России в виде административных штрафов на общую сумму 2000 рублей. Пограничное управление обращает внимание гостей и жителей региона, что в пределах пограничной зоны расположены на территории Карачаевского, Зеленчукского и Урукского районов, установлены действуют правила пограничного режима. Нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов является административным правонарушением и вычет за собой административную ответственность. Необходимая информация о требованиях российского законодательства в пограничной сфере размещена на официальном сайте ФСБ России. Новогодние праздники позади. Однако вручение подарков в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» продолжается. Сегодня в региональном отделении «Единой России» было исполнено желание еще одной семьи из Карачева, Черкесии. Жителю Черкесского ученику 13-й школи Боре Кагиеву и его маме Виктории долгожданный компьютер вручил спикер республиканского парламента Александр Иванов. «Единая Россия» является партнером акции и уже помогла осуществить желания нескольких десятков жителей Карачева-Черкесии. Открываешь приложение «Елка желаний», вводишь все данные, желания ребенка, заявка проходит модерацию и а-ля. Хоп! Хорошая акция вообще. Ну, как бы, если честно, для себя, я писала проверить, действительно ли это работает. Ну, мы же взрослые, они в чудеса не верят. Оно работает. В России активизировались мошенники, которые предлагают свои псевдоуслуги. В интернете встречается немало мошеннических предложений работы. Но, увы, не все работодатели имеют благие намерения. Форма обмана разная. Какими они бывают и как себя обезопасить от потерь и разочарования от такого трудоустройства. Репортаж Альбины Ламковой. Жители Корчаева-Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. Злоумышленники рассылают по электронной почте через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы. Высокая оплата труда гибким графиком, простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсе. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку так называемые менеджеры по подбору персонала, которые могут запросить у клиента конфиденциальную информацию, данные панковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос. Однако эти деньги на самом деле попадают к мошенникам, как и личные данные. Если гражданину поступило предложение о работе с требованием оплатить какие-либо товары, услуги, резервирование вакансий или иные платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит обращать внимание на подобные сообщения или тем более передавать незнакомым лицам персональную информацию. Данные карты, его владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противоздействие мошенническим практикам» вы можете найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и правилах безопасного финансового поведения. Аферисты не дремлют, но большинство граждан стараются не попадать на их уловки. И легко зарабатывать от 2,5 до 25 тысяч рублей в день. Зарплата будет выплачиваться по дням. Простые задачи можно выполнять в любое время и в любом месте. Если вы заинтересованы, вы можете связаться с нами по WhatsApp. Вы связались с ними? Нет, конечно. На авиатор предлагали, когда искал работу. Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно запомнить одно и очень простое правило. Ни один порядочный работодатель не будет просить у вас деньги за что-либо. Трудовые отношения предполагают, что платят вам, а не вы. Поэтому, увидев подозрительную информацию в вакансии или узнав ее во время собеседования, сразу же прекратите взаимодействие с такими нанимателями. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Добро на колесах подопеченным некоммерческой организацией «Очаг добра» в Черкесске требуется помощь волонтеров для доставки горячих обедов пожилым людям. Ежедневно организация готовит до 70 комплексных обедов, которые потом нужно развозить по адресам. На данный момент это занимает большое количество времени и ресурсов. Именно поэтому «Очагу» требуется помощь. Наша съемочная группа решила присоединиться к одному из постоянных волонтеров и увидеть своими глазами, что из себя представляет доставка горячего обеда. Репортаж Мадина Лайпановой. Помогать людям может каждый, так считает автоволонтер Центра «Очаг добра» Фериде Токова. Вот уже три года эта хрупкая девушка помогает в доставке горячих обедов пожилым людям в Черкесске. Как рассказывает Фериде, раньше она тратила на это примерно полчаса в день, объезжая в среднем четыре адреса. Теперь же, с учетом того, что волонтеров не хватает, время увеличилось вдвое, собственно, как и количество адресов. «На данный момент «Очаг добра» нуждается в автоволонтерах, так как, к сожалению, не каждый день получается заполнить маршруты всеми автоволонтерами. Кому-то приходится по несколько маршрутов развозить. Это осуществимо каждым волонтерам, естественно. Только единственное, что еда может уже быть остывшей, пока она доедет до нужного подопечного». 75-летняя Раиса Михайловна – одна из тех, кому ежедневно доставляется горячий обед. Женщина живет совсем одна, и порой за день ей удается поговорить только с волонтерами «Очага добра». За эти драгоценные минуты она безмерно благодарна каждому из них. «Доброта, доброта, улыбка, пожелания здоровья, долголетия. Доброта исходит искренняя, человечная. Девочки вообще не знаю, ну, каждая приходит, как будто солнышко. Сегодня одно, завтра другое. Это вот в нашем возрасте, это такое великое счастье, вы не представляете». На данный момент на попечении организации находится 72 пожилых человека, которые не могут самостоятельно посещать центр. Собственно, им и осуществляется доставка. Как рассказывает руководитель «Очага добра», несмотря на то, что есть постоянные автоволонтеры, их, к сожалению, не хватает. «Спасибо всем большое, кто причастен к такому добру, кто откликается. Кто-то может в какой-то период, да, вот бывает такое, что возможно отпуск, возможно какое-то свободное время. Это не получается постоянно. И поэтому периодически бывает, вот был человек, все, у него сейчас не получается, и наши ряды пусть пустеют. Поэтому наш этот вопрос и просьба, она актуальна. Она актуальна, потому что волонтеры нужны всегда». Если у вас есть возможность и желание стать автоволонтером, вы всегда можете написать сообщение на официальные аккаунты организации или позвонить по номеру. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста восемьдесят семь восемьдесят один девяносто один. Бадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В этом году народному художнику Карачаева, Черкесии, скульптору Магомеду Хабичеву исполняется 70 лет. В картинной галерее от Черкеска открылась выставка его работ. На экспозиции побывал Али Баташев. Живопись, графика и скульптура. Работы художника и скульптора Магомеда Хабичева воплощены в бронзе, мраморе и граните, гипсе, дереве. Они пользуются заслуженной популярностью далеко за пределами республики. Мадину Хаджиеву восхищает в мастере умение передать каждую деталь и сделать это тонко и убедительно. Мы сразу окунаемся в нардский эпос. Посмотрите на эту лошадь. Лошадь действительно очень четко передана. Именно хтоническая сущность этого коня. Это гимуда или колан. Это нардские лошади. Творчество Магомеда Хабичева считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства, отметила доктор филологических наук Фатима Иркенова. Заметными веками творчества о пути мастера стали такие произведения монументально-станковой культуры, как скульптурные композиции «Скорь». Село Красный Круган. Аллея героев Великой Отечественной войны. Село Учкекен. Ряд композиций, посвященных трушеникам села Касари, Чабаны, Казабас, Бычу. Цикл монументальных скульптур Казбот-Качкаров. Памятник народному певцу Карачаеву. Мудалеву Батчайку. Памятник известному правозащитнику. Это далеко не полный перечень монументальных работ Магомеда Хабичева. Магомед Хабичев, член Союза художников СССР и России, дипломант международного конкурса «Тюркский мир», отмечен дипломом Министерства культуры Карачаева-Черкесии Российской Федерации, участник выставок всероссийского и международного уровня. Скульптор предпочитает работать с камнем, с деревом, занимается ковкой и литьем, использует конструкции из металла. Работой художника занимают почетное место в картинах-галереях и музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях. Выставка продлится до конца февраля. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите экономические вести с Альбиной Ламковой. Главные темы – развитие овцеводства, работа центра «Мой бизнес», как уберечься от мошенников. Здравствуйте. Конечно, можно заняться чем-то более интересным, но, возможно, эта информация станет полезной именно для вас. Мы будем говорить о неотъемлемой части мира, охватывающей производство товаров и услуг, обмены ими распределения и потребления созданных в обществе благ. И все это – сфера экономики. Итак, мы начинаем. Группа компаний «Домотэ» создаст на Северном Кавказе селекционно-генетический центр племенного овцеводства. Он позволит сформировать лучший генофонд российских овец. Эту тему обсудили на форуме развития овцеводства на Северном Кавказе. Проходил он в Минводы Экспо. В нем приняли участие делегации из нашей республики во главе с руководителем региона Рашидом Темрезовым. На форуме обсудили актуальные вопросы и перспективы овцеводства, инструменты, обеспечивающие ускоренное развитие этой отрасли. Также была представлена выставка племенных овец. Особое внимание участники форума уделили мерам государственного стимулирования в овцеводстве. На территории Карачаева-Черкесии уже работает крупнейшая на Северном Кавказе площадка по их откорму. В ней планируют содержать до 50 тысяч овец. Раньше у нас какая-то проблема была. Мы вырастили овцу, а продать не можем. Подход изменить, что необходимо, чтобы у нас была баранина, скажем, тушка баранины для сдачи Домате. Круглый год мы так и поддерживаем группу Домате, у них постоянно будет сырье. С другой стороны, у нас в любое время возможно будет продать и заработать деньги. И подойти к этому не с точки зрения как побочного какого-то бизнеса, а именно этот полноценный бизнес, который может принять хорошие деньги. Тем более, есть различные меры поддержки. Это и поддержка на корма, это и поддержка, где можно купить племенной скот, субсидии. И сейчас новая программа, где могут субсидироваться строительства откормочников. Раньше эта программа позволяла от 5 и выше, если только получать субсидию, а сейчас данная программа позволяет построить небольшой откормочник, скажем, на 3 тысячи голов, и потом возместить часть капитального строительства. На форуме представлены породы лучшей зарубежной селекции. Первой клеточкой у нас представлены ягнята, которые рождены именно от межпородного скрещивания. Это помесь первого поколения. Баранчик, темненький баранчик, это от породы цварблес. А в качестве материнской породы мы используем овцематок волгоградской месошерстной породы. Насколько успешно вы скрещиваете их с местными породами? Волгоградская порода у нас, наверное, массовая для скрещивания. Она себя хорошо зарекомендовала. У фермеров пользуются спросом бараны породы Ильдефранс и бараны породы Широле. В 2017 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Карачаево-Черкесии создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики. Его главная цель – помощь предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса. От поиска идей и помощи в выборе правовой формы до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер. На площадке центра организуется бесплатное обучение и консультирование по созданию и ведению коммерческой деятельности для предпринимателей нашей республики. Как и прежде, их место нахождения – город Черкес, улица Ленина, 53. В этом году мы собираемся расширить все наши услуги. Особенно расширить услуги для предпринимателей, занятых в сфере легкой промышленности. Это возмещение расходов, связанных с их торговлей на электронных торговых площадках, таких как Валберес, Озон, Яндекс.Маркет. То есть, все зависит от того, что хочет конкретный предприниматель. Размер субсидирования услуг будет не менее 50% от их затрат. Также в этом году мы планируем увеличить количество обучающих, программ, семинаров. Мы также ежегодно выезжаем в регионы, в республики. Что вас больше всего вдохновляет в наших местных предпринимателей? Вы знаете, наши предприниматели отличаются очень большой активностью. В том числе наша молодежь. Они стараются изучать все законы. Они стараются, в принципе, узнавать все возможности получения любой господдержки. Это как бы и хорошо, и правильно. Ну, естественно, иногда бывают такие люди, которые просто хотят получить поддержку, даже не особенно вникая в ее суть. Но таких людей, что хорошо становится все меньше и меньше. И мы видим, у нас и город меняется, и республика меняется. Наверное, такое количество заведений, вроде как кафе или еще чего-то, у нас в городе, наверное, больше, чем в соседних городах. И это все делают именно наши предприниматели, наш малый бизнес. Та же наша легкая промышленность. Сколько наших предпринимателей уже зарегистрировано на электронных площадках. Бессон Иисуфович, сами когда-нибудь занимались бизнесом? Да, было такое время. Но это было гораздо раньше, когда я был моложе. Но времена были другие. Если кто-то застал ельцинские времена, И только когда Владимир Владимирович стал президентом, Было все немножко по-другому, мягко говоря. Естественно, не было таких центров, как наш. Предприниматели не знали ни поддержки, ни законов. Им было очень сложно. И тем не менее, очень многие многого добились. Ну и продолжают добиваться. Тем более сейчас, с нашей поддержкой, все будет намного лучше. Экс-президент Кыргызстан Аскар Акаев посетил Северокавказскую государственную академию, где выступил перед преподавателями и студентами Института цифровых технологий, Института экономики и управления с публичной лекцией на тему цифровая экономика, моделей и прогнозы. А также пообщался с молодежным активом учебного заведения. На протяжении многих лет мы видим стабильность в регионе. Крепко спаянную дружбу народов. Одним словом, Корчаево-Черкесия – это единая, дружная и гостеприимная республика, которая динамично развивается. Отметил профессор Акаев. Он рассказал, что цифровая экономика в современном мире набирает обороты и становится неотъемлемой частью нашей жизни. Все думают, что цифровая экономика основана исключительно на цифровых технологиях и платформах. А платформы – это математика и программа исключительно, и компьютеры, которые реализуют эти программы. Но на самом деле основой цифровой экономики явилась НБИК – технологическая революция. То есть это нано, био, информационные, коммуникационные технологии, которые в 90-х годах. Вот представьте себе, что информационная революция в 70-е и 80-е годы, она произошла благодаря появлению микрочипов. То есть это микрокомпьютеров на одном кристалле. Интересно, какие дни в 2023 году нерабочие. Арифметика несложная. Нам в этом поможет производственный календарь. Итак, в начале года мы отдохнули недельку, и у нас осталось нерабочих дней 110. Из них 14 праздничные. Ну и, конечно, чтобы планировать свои дела, было бы проще собрать все праздничные дни в году в удобный список. И с учетом их присоединить выходные. Что касается сокращенных дней, то в 2023 году их будет три. Это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Особо производственный календарь незаменим для работы бухгалтерии и службы кадровой. Неполный рабочий день, легкие задачи, ну а самое главное – высокая зарплата. К сожалению, в интернете встречаются немало мошеннических предложений работы. Но, увы, не все работодатели имеют благие намерения. Формы обмана разные, какими они бывают, и как себя обезопасить от потерь и разочарований от такого трудоустройства, мы попытаемся разобраться. Жители Корчаева-Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. Злоумышленники рассылают по электронной почте через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы. Высокая плата труда – гибким графиком, простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсе. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку так называемые менеджеры по подбору персонала, которым могут запросить у клиента конфиденциальную информацию – данные панковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос. Однако эти деньги на самом деле попадают к мошенникам. Как и личные данные, сотрудники банков рекомендуют не доверять подобным рассылкам. Ведь преступники могут украсть все деньги с банковского счета, если им удастся заполучить реквизиты карт. Если гражданину поступило предложение о работе с требованием оплатить какие-либо товары, услуги, резервирование вакансий или иные платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит обращать внимание на подобные сообщения или тем более передавать незнакомым лицам персональную информацию. Данные карты, его владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противоздействие мошенническим практикам» вы можете найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и правилах безопасного финансового поведения. Схемы могут быть разнообразными, но их объединяет необходимость какой-то оплаты, взноса за что-то. Многие, к сожалению, имеют горький опыт общения с мошенниками. Он делал якобы перевод на своё имя в размере 5000 рублей. Ему удалось обмануть вас им? Да. Ни на какие уловки с незнакомых лиц и номеров отвечать просто-напросто не буду. Аферисты не дремлют, но большинство граждан стараются не попадать на их уловки. И легко зарабатывать от 2,5 до 25 тысяч рублей в день. Зарплата будет выплачиваться по дням. Простые задачи можно выполнять в любое время и в любое месте. Если вы заинтересованы, вы можете связаться с нами по WhatsApp. Вы связались с ними? Нет, конечно. Как вы догадались, что это мошенники? Ну, как бы, во-первых, помимо того, что такие деньги зарабатывать, нужно иметь какую-то квалификацию. Каждый день мне чуть ли не приходят на телефон подобные смски и такого рода. Очень. Заманчиво? Да, бывает заманчиво. Прям даже выйти с этих ссылок тяжело иногда. На авито предлагали, когда искал работу. Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно запомнить одно и очень простое правило. Ни один порядочный работодатель не будет просить у вас деньги за что-либо. Трудовые отношения предполагают, что платят вам, а не вы. Поэтому, увидев подозрительную информацию в вакансии или узнав её во время собеседования, сразу же прекратите взаимодействие с такими нанимателями. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево, Черкесия. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Всех вам благ и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова